Профессия врача – благородная профессия. Он спасает человеческие жизни. И как важно в каждом учреждении здравоохранения иметь докторов, которые умеют сделать людей здоровыми и счастливыми, поскольку они здоровы. Фразы из советских времен кадры решают все актуально сегодня, как никогда. В Брестской областной клинической больнице маститый коллектив докторов, молодых коллег, учит, наставляет, отправляет на стажировки, а потому расставаться с обученными кадрами весьма не хочется. Сегодня вопрос закрепления медицинских кадров на рабочих местах – это вопрос номер один, потому что все знают, кадры решают все. Мы вкладываем в наших сотрудников много и сил, и финансовых средств, для того, чтобы они многому научились, многое знали. И, конечно, когда в расцвете сил уходят и медицинские сестры, и врачи, это очень обидно. Поэтому мне очень понравилось то, что немало получают квартир медицинские сестры, люди, которые уже отработали достаточно много времени у нас и жили в общежитиях. Вот я им даже хочу сказать о том, чтобы все условия созданы, давайте теперь заводите семьи. Дом на улице Медицинской 4А предназначен для работников Брестской областной клинической больницы. Он находится в медицинском городке, рядом с двумя общежитиями. Два подъезда, 10 этажей, 80 квартир и столько же новоселов. Мы этого ждали 25 лет. Дело в том, что в 1998 году был впервые сдан дом для медицинских работников у нас в больничном городке, и большую часть квартир получили сотрудники Брестской областной больницы. Не прошло и 25 лет, как благодаря нашей власти, Юрию Витальевичу Шулейко и Александру Степановичу Рогачику, построен дом и принято решение президентом, чтобы все квартиры этого дома были распределены между медицинскими работниками Брестской областной клинической больницы. И вот настал тот самый час пик. Жеребьевка. Волнительный и какой-то трогательный момент. Женщины смахивали слезки, а мужчины по-мужски старались держать себя в руках, но волнение все равно присутствовало. Я долго ждал, я прям просчитывал, думал, какую бы я хотел квартиру в этом доме, просчитывал все варианты. И не поверите, но я уже много раз представлял, что так, мне надо 80-е, я там живу, мне нравится вид, мне нравится высокий этаж. И вот чудо случилось. Я пока холостой, но я планирую пожениться, поэтому квартира будет неплохим подарком, скажем так, к свадьбе. 80 человек определились с номерами квартиры и этажами. Первое волнение ушло и пришло осознание. Это действительно произошло. Не нужно будет ютиться по съемным квартирам с семьей, не нужно будет несколько часов отдавать поездки. Это про иногородних. Все здесь, на месте. И знаете, на этой церемонии чувствовалось, все радовались друг за дружку. Я просто счастлив, потому что, несмотря на то, что в Брестской областной клинической больнице работаю недавно, только с осени этого года, и тут такая прекрасная неожиданность, прекрасная новость, что есть возможность получить арендное жилье, учитывая, что семья многодетная, и каждый день приходится ездить на работу 40 километров. Поэтому, ну, это счастье на самом деле большое, потому что месторасположение квартиры прекрасное, в шаговой доступности, то есть это решает много проблем, в том числе вопрос времени. Переполняют эмоции, бьют через край. Я очень рад. Рад тому, что мечта осуществилась. Очень давно хотел жилье со своей семьей. Сам я не местный, приехал из далекого города Витебска. Поэтому мы будем стараться оправдать все надежды администрации больницы. Будем идти вперед, и только вперед. А всех, кто пока остался без новеньких квартир, без жилья не оставят. Администрация поставила перед собой и вторую задачу. Сделать ремонт одного из наших общежитий, которые имеют уже длительный срок эксплуатации и требуют естественного ремонта. Поэтому мы, благодаря тому, что часть сотрудников, которые проживают в общежитии, переселим в новый дом, часть их переселим в совместительные два общежития, и одно общежитие планируем закрыть на капитальный ремонт. Для того, чтобы улучшить их состояние, этих комнат, и улучшить планировку, чтобы люди тоже жили в комфортабельном жилье. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.